Дорогие друзья, и мы вас приветствуем на канале Школы гипноза и слиферства Никиты Бурлакова и на связи лаборатория, лаборатория Школы гипноза. Ну, я всех приветствую, сегодня в эфире я, Юлиана Гурева, ведущая и в гостях у меня выпускница 13 потока Ирина Ишутина, наш член лаборатории, активный такой очень человечек, который всегда-всегда приходит к нам на совместное погружение, на исследование, то есть вот такой пытливый. И 13 поток был не так давно, но Ирина регулярно занимается практикой и, естественно, есть свои результаты. Но у нее очень интересная причина прихода в гипноз, и я сейчас, конечно же, об этом ее спрошу. Ирина, расскажи, пожалуйста, свой путь, как ты попала в школу. Всех приветствую. Ты правильно сказала, что причина моего прихода в школу – это мои дети особенные. Дело в том, что у меня трое детей, и у двоих из них синдром Дауна. Ну и как у многих мам особенных детей, после рождения таких детей, часто бывает это неожиданно, несмотря на те результаты, анализы, которые делаются, встает вопрос, почему они пришли, зачем они пришли и за что мне это все. Ну, в общем, куча-куча всяких вопросов. И вот в поиске ответов на эти вопросы я натолкнулась на конференцию из лаборатории, которую делали в апреле прошлого года участники. Они как раз рассматривали на тонком плане детишек с синдромом Дауна и аутистов. И вот те ответы, которые они давали, настолько меня поразили, настолько они вот легли. Как говорится, пазл сложился. И вот с тех пор я стала наблюдать за школой, за лабораторией, да, там что-то, потому что очень много интересных видео мы потом выпускали. И по осенью я приняла окончательное решение, что да, мне пора, пора поступить в эту школу и самой научиться получать ответы на свои вопросы, потому что их на самом деле очень много. Здорово. А скажи, пожалуйста, какой возраст у твоих детей? Младшие пять, Людмилка моя, среднему десять, Серёжка, и старшему двенадцать, Иван, ну, он, как говорят, нормотипичный. А, понятно. То есть мальчишка у вас, мальчик, на которого такая возложилась большая ответственность, да, вот всё-таки в семье принять особенных солнечных деток. А можешь, ну, в нескольких словах сказать, как он вообще это воспринял? Как вы готовили? Или это всё самое, естественно, произошло? У него вот принятия того, что у него особенный брат, как такового не было. То есть, ну, во-первых, ему возраст такой небольшой, и он относился к этому как будто так и должно быть, да. У него единственное, как у всех детей, там немножко ревности было, что вот мама уделяет больше внимания. Поэтому, и вот с рождением дочери, да, когда ему сколько, шесть лет было, то же самое, да, немножко ревности. То есть, когда я ему объясняла, да, что вот дети немножко не такие, что вот у них проблемы с речью, ну, так, на протяжении первых лет жизни всё-таки задавал вопросы, то есть, ну, адекватно вполне это воспринял и обожает. Это сестру так вообще обожает, на руках носит. Просто говорит, что нет, у неё лишняя хромосома, всё. Угу. Ой, это чудесно. Ну, это на самом деле, благодаря тебе, Ирин, ты вот смогла это вот донести, да, всё-таки до старшего ребёнка. Потому что, ну, кто-то просто стесняется, кто-то мама просто в горе бесконечное. Смотрю, такая жизнерадостная, такая наполненная энергией человек. Это просто чудесно. Я вообще с тобой разговариваю, у меня мурашки идут. Это, на самом деле, ну, тут прям вот о многом говорит. А скажи, пожалуйста, вот ты, когда пришла с этими вопросами, да, как обычная мама, даже когда просто ребёнок болеет, то там, мам, боже, за что мне там можно так всё, и все планы меняются жизненные, сразу всё как будто зацикливается как будто на одной теме. А у тебя, ну, вообще, в принципе, жизнь твоя, ну, конечно, сильно изменилась, я предполагаю, да. Плюс я знаю, что ты жена военного, то есть вы постоянно в каком-то движении. Ну, то есть нагрузка, конечно же, безусловно, тяжёлая, да, большая. И вот на какие вопросы ты получила ответ, и тебе стало легче? И какие ты ответы получила? Первый мой вопрос, потому что на момент прихода в школу я была в достаточно, ну, такой, депрессивном состоянии, то есть уже кажется, что руки опускаются, ты уже где-то на самом дне. И первый вопрос, который я для себя получила, это для чего я сюда пришла, моё предназначение. И, естественно, параллельный вопрос, для чего мне были даны мои дети особенные. И, как выяснилось, мои дети пришли в помощь мне, то есть не так, как я там раньше решила, вот что вот, да, это такая какая-то, как многие мамы особенных детей, вот этот тяжкий груз, и я буду его нести, пусть с достоинством, но это-то груз. На самом деле нет, это не так. И вот это вот осознание пришло именно в школе, что мои дети даны мне для развития. И когда мы смотрели это всё на тонком плане, они пришли в помощь моему роду и роду моего мужа. То есть на самом деле в прошлом мы сильно накосячили, там очень много тёмной энергии скопилось, и вот эти дети сами вызвались помочь, хотя у них свои задачи тоже есть, оказывается. То есть получается в роду, ну, были какие-то тёмные пятна, которые нужно было выбелить, да, вычистить. Ну вот я на самом деле подтвержу, потому что тоже занимаюсь каждый день гипнозом, кого-то гружу, либо сама гружусь, и очень-очень много приходят людей с запросом на род, потому что род зовёт, и по-всякому приходят люди вот к как бы встрече с родом, да, кому-то просто во сне постоянно снится что-то такое, да, кому-то просто вот, ну, постоянно информация какая-то подкидывается. То есть, ну, ангелы, наши хранители потихонечку нас ведут для того, чтобы мы, мы здесь, вот наше это поколение начало вычищать род, потому что весь наш род – это третье измерение, да, наша третья плотность, и там много всего того, где наши души получали, ну, такой разноплановый, скажем, опыт, и не всегда это положительный опыт, нам нужно было и тёмный тоже опыт получать, потому что это опыт, то есть это не хорошо, не плохо, но это нужно, но для того, чтобы нам идти в ногу со временем, идти в ногу с изменением вибраций Земли, да, уже не секрет, и все об этом знают, что вибрации уже в пять раз увеличились, там, за какие-то последние двадцать лет, при том, что много тысяч лет это было всего лишь, там, я точно сейчас не помню, восемь и семь герца, да, по Шуману, вот, и то сейчас это тридцать восемь, да, представьте, может, даже чуть больше, то есть Земля, повышая свои вибрации, очищается от негатива, и чтобы нам перейти вместе со своим родом, да, со своими детьми, вот в том числе, да, вот в новую плотность, нам нужно, конечно, этот род чистить, и почему сейчас вот такое количество особенных детей приходит в семьи, вот, ну, если сложить вот эти все понимания, то, скорее всего, придет такое вот, ну, осознание, что, ну, наверное, дети берут на себя вот эту вот жертву, да, то есть они берут вот таким образом, своими особенностями, да, заходят в этот род, чтобы своих родителей подталкивать вот к этому самому росту, живя и, там, не тужа, да, вот мы идем там, ну, там, кем-то мы были вначале, да, вот Ирина рассказывала, ты, я уже не помню, учитель была, да, учитель математики и физики, ну, так бы, наверное, бы из школы в школу, и вряд ли там сильно бы задумывалась, что там вообще существует вообще, есть ли карма, есть ли там род, там, тонкий план, там, ангел-хранитель, высшее я, ну, вероятнее всего, ну, или не скоро, да, а тут вот у тебя прям сразу чик-то пришла, это вот, ну, нужно разбираться, да, нужно, и хорошо, что ты не упала в эту самую депрессию, начала искать, да, и когда по запросу всегда приходит ответ, да, как вот, когда готов ученик, приходит учитель, поэтому вот, ну, это я рассказываю для других мам, которые вот так же в поиске, так же вот мучая себя вопросом, за что, где я там что-то не так сделала, да, на что наказание такое, за что наказание и прочее, на самом деле у нас есть в лаборатории тоже мамы и другие тоже с особенными детьми, и это невероятнейший свет, и такая мощь, такая материнская, знаете, как будто вот они вот нас всех прям обнимают, вот там невероятно огромные сердца у этих мам, и они, эти сердца, понимаете, они вот, ну, вот таким образом как бы расширяются, и разговаривая с ними, разговаривая с Ириной, вот постоянные мурашки, то есть я вот прям чувствую сердцем, как она вот, ну, наполняется, как сердце, и ее вот с ней уже взаимодействует. Тут не секрет, что мы все работы, ну, все живем от ума, да, вот у нас очень большой, мощный ум, который все нам объясняет, расставляет там все по местам, да, вот, но когда мы переходим от ума к сердцу, то там не нужно объяснять, там вот ты понимаешь, либо так, либо никак, то есть там не нужно никаких объяснений, и вот, вот такие мамы, вот у них уже вот это все внутри, оно вот раскачивается, то есть они уже сердце своим подружились, вот. Ирина, вот такой вопрос по поводу твоих ребяток. Вот вы живете, ну, обычной рядовой жизнью, да, ну, то есть, как бы вот дети, да, вы там гуляете с ними, вот выезжаете. У вас есть сообщество, с которым вы, ну, вместе общаетесь, с которым ты можешь вот рассказать про свои какие-то, там, ну, не знаю, там, тяготы, или просто пообщаться на тему, вот, ну, прошлой жизни, да, вот, там, мой ребенок, я вот знаю, в прошлой жизни, у него там кто-то было. Вот есть такое сообщество, или все-таки вот мамы как-то отдельно живут вот все-таки вот со своими проблемами? Естественно, я общаюсь с мамами, особенно в детстве, с разными диагнозами, но как-то вот не принято там на эти темы разговаривать, то есть в какой-то степени они понимают, что вот, вот, я прямо чувствую, что некоторые мамы понимают, что дети пришли им в помощь, но это не с тонкого плана, скажем так, информация, то есть они как бы сердцем, как ты говорила, они сердцем это понимают, и приводят примеры, я их слушаю с удовольствием, там, у себя так, молодцы, молодцы, что дошли до этого. А что касается вот общения про тонкий план, ну, я нашла единомышленников здесь после окончания школы, очень много единомышленников, и я настолько этому рада, то, что сразу столько людей готовы откликнуться и помочь, и все это от чистого сердца делается, я даже не ожидала, настолько это приятно. Просто супер. Здорово. Да, ну, это правда здорово, это действительно поддержка, и вот она правда чувствуется. И вот еще хотела спросить, опять же, возвращаясь, да, к переходу Земли и понимая, что вот наше пятое измерение, к которому мы все стремимся, и наша Земля уж точно не свернет никак назад и остановится в своем развитии, да, то есть это такой достаточно стремительный идет переход, повышение стремительной вибрации, вот. И много пишут те, которые снимают информацию из энергоинформационного поля Земли, что пятое измерение – это когда люди будут жить сердцем, это когда людям не нужно много что-то объяснять, то есть это будет телепатическая такая связь, связь вот на уровне сердца, да, на уровне души. И вот наверняка у вас уже в семье ты вот это чувствуешь, потому что это дети, они для того и пришли к тебе, чтобы научить вот через сердце знать, через сердце понимать. Вот ты с ними вот так общаешься, вот таком вот на тонком, знаешь, как плане, то есть вот не словами, а вот через сердце понимаешь, что доносишь до них информацию, и потом ты можешь понять, что они вот, что они хотят, как они откликаются, то есть им вот, может быть, не нужно так бурно показывать реакции, а ты уже понимаешь их. Вот такое вот телепатическое у вас уже есть взаимосвязь или нет? Конечно, эта взаимосвязь присутствует, она присутствует на самом деле между любой мамой и ребенком, просто не все это чувствуют. Единственное, что у меня на самом деле это не так хорошо развито, как бы мне хотелось, вот прямо, чтобы телепатическая связь, да, я чувствую своих детей, да, я понимаю их настроение. Но чтобы больше, еще больше их понимать, я все-таки просматривала своих детей, мне очень хотелось понять, как они действуют на окружающее пространство. Вот мы поднимались наверх, и очень такую интересную информацию получила, которая в жизни потом подтвердилась. То есть, что касается моей дочери, она очень светлый человек, у нее очень мощная, ну, скажем так, душа высокого уровня. И на пространство она действует следующим образом. То есть, вокруг нее такая золотистая аура, и все, что негативное попадает в эту ауру, да, допустим, какие-то неприятные слова, или, допустим, бывают моменты, когда вот с мужем немножко накаляется обстановка, да, немножко поругаться хотим. И она как бы впитывает эти энергии в себя, перерабатывает и возвращает. И я, когда вот эту информацию получила, я стала вот анализировать у себя в памяти, прокручивать, и получается, что да, в ее присутствии с мужем мы никогда не ругались. То есть, настолько она сильная. Да, как будто вот сильная своя энергетическая аура, она как бы растворяла вот тот негатив, который вот только начинал зарождаться, она сразу его нейтрализовала, да? Слушай, ну, это же просто фантастически. А у сына наоборот, он, скажем так, проверяет меня на прочность. Когда мы смотрели его с Натальей, с моей, там парнице очень замечательный, у него получается так, что пока он это делает неосознанно, он в какие-то моменты испускает, ну, если по-простому, темные вибрации, он испускает их не сознательно в определенном направлении, а просто испускает. И они, на них люди реагируют там снижением своих вибраций. То есть, либо там раздражение получается, либо гвоздь какая-то. То есть, он проверяет на прочность. И вот теперь, когда эту информацию поняла, я стала намного спокойнее относиться к некоторым моментам. И я хочу сказать, что в моей семье гармонии и спокойствия стало присутствовать намного больше, чем вот до того, как момент, как я в школу пошла. То есть, настолько это все классно, все круто. Здорово. А как они между собой, вот, братья и сестрички, как они между собой общаются? У них есть между собой тоже вот какие-то задачи друг для друга? Или это больше вот они в семью пришли к вам? Или они между собой как-то у них, ну, тоже, не знаю, как-то выстроено отношение? Ну, я пока не могу дать этого ответа. У меня вот это еще впереди выяснить. То есть, они взаимодействуют, они любят друг друга, целуются, обнимаются, играют, помогают друг другу. Но там у среднего сына такая серьезная харизма. То есть, мы его называем директором у себя в семье. Да, такой огромной силой воли человек, просто есть чему поучиться у него. Понятно одно, что у каждого, несмотря на то, что они пришли помочь нашей семье, у каждого у них все равно есть своя роль, своя программа, которую они должны выполнить. Ну, а я со стороны, вот, как мама, стараюсь помочь им это выполнить. Ну, потрясающая история, просто потрясающий, Ирина. Я так благодарю тебя, что ты нашла время, вот, и пришла к нам, и это в помощь действительно вот мамам, которые вот так вот потерялись, которые вот еще не знают, что есть и сообщество, что есть такие мамы, которые готовы об этом говорить честно, об этом говорить спокойно, об этом говорить с принятием. А это прямо очень дорогого стоит, потому что, ну, принять судьбу вот в таком виде очень тяжело людям, только очень сильные люди и очень большого сердца могут сделать вот это самое, ну, это принятие. И я завершаю нашу сегодняшнюю программу. Традиционно хочу задать вопрос Ирине, что бы ты посоветовала нашим зрителям, которые сейчас вот смотрят нашу программу в записи, ну, или посоветовала, или дала какую-нибудь там, не знаю, ну, вот, что от сердца у тебя сейчас идет, что бы ты сказала? Я хотела бы два послания сделать родителям особенных детей. Я хочу, чтобы вы поняли, наконец-то, если кто еще не понял, что нашим детям нужны счастливые родители. Там, как бы там ни было, что бы ни случилось, но развиваются и становятся счастливыми наши дети только тогда, когда счастливы их родители. Это намного важнее, чем куча всяких реабилитаций, там, курсов, лекарств. То есть мне бы очень хотелось, чтобы вы это поняли. А всем зрителям, которые смотрят это видео, я желаю быть счастливыми, здоровыми, задавать правильные вопросы, скажем так, наверх, чтобы приходили правильные ответы. И если вы там на самом деле задумались о своем предназначении, но его еще пока не нашли, welcome в школу, вы обязательно получите ответы на свои вопросы. На самом деле не так сложно, как я думала. Настолько реально, что просто вот чудо. Чудо со мной случилось, и я желаю побольше чудес вам в ваших жизнях. Как-то так. Мне даже слов не хочется никаких добавлять, потому что это невероятно. Я благодарю всех, кто нашел время, посмотрел этот эфир до конца. Я благодарю Юрину, которая нашла время и присоединилась сегодня, и дала такое глубокое интервью. И до новых встреч. Обнимаю всех сердцем. Всего доброго и пока.